приветик я месяц назад снимала видео о том как я детки на цветоносе помещала вот такие вот стаканчики горшочки чтобы простимулировать рост корней прошел ровно месяц я хочу вам показать какие прошли изменения у деток насколько выросли корни и также хочу снять уже эти стаканчики и буду стимулировать рост корней немного другим способом потому что деточки подросли и стаканчики также дают уже большей нагрузки на цветонос поэтому я буду стимулировать орхидею немножко иным способом ну и давайте будем снимать и смотреть какие изменения у нас произошли так снял один стаканчик так вот сейчас не видно как я снимаю второй стаканчик снизу очень аккуратненько вынимаю если немного где-то что-то рассыпется то ничего страшного так и снимем сейчас с верхней орхидеи ки маленькой деточки я режу по нарезанному уже вот так если помните я фиксировала так теперь будем рассматривать какие изменения произошли так сейчас я подвину орхидею в верхней детки так вот вырос один корень вот такой вот корень вырос и также подросли листики очень хорошо так это у самой верхней деточки так на средней средней деточки это резкость средняя деточка вот такие вот хорошие листья опустила листья очень хорошо подросли так и также увеличились корни и в росте и в количестве поэтому этот метод тоже хорошо действенный и вот это нижняя деточка что-то она я смотрю как была слабенькая так и осталась очень медленно растет но сегодняшнего дня я с учетом того что я сняла стакан и чтобы уменьшить нагрузку на цветонос потому что детки увеличиваются и тем более чтобы не навредить листочком я сняла свои небольшие стаканчики мне также подсказали другой способ стимуляции роста корней какая красавица какая красавица будет так все хорошо сейчас я покажу как я буду удобрять и чем удобрять деточки я буду растворившиеся янтарной кислотой я купила таблеточки так растворила одну таблетку в пол литрах воды и буду опрыскивать их в течение семи дней на корни потом делается перерыв и снова обрызгивают я вот взяла опрыскиватель но у меня немного течет я его запаковала в пакет чтобы она не текло ни по рукам не на орхидею и вот так вот сбрызгиваем корни так это одну теперь брызгаем верхнюю деточку корешки так хорошо смачиваем и также смочим и нижнюю деточку насчет нижней деточки хочу сказать что я вот так по попрыскиваю если результата не будет корни она толком не пустит то наверно тогда придется ее ликвидировать от цветоноса чтобы она давала больше силы для верхней орхидеи ну в принципе все вот такие изменения произошли за месяц с моими детками на цветоносе буду наблюдать дальше и обрызгивать янтарной кислотой все тогда вам спасибо что смотрели мой обзор если вам мое видео было полезным или просто приятно было смотреть то можете подписываться на мой канал ставите лайки и смотрите за моими обзорами по растениям и не только у меня на канале очень много интересной информации все вам хочу сказать пока пока счастливо оставаться подписываться